МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Японский садик, альпийская горка, рутарий и ко всему этому пение птиц. Это не райский уголочек, это обычный школьный двор обычной сельской Мининской средней школы. Но оставим на время эти ландшафтные изыски. Ведь буквально через дорогу зовет манит лес, а тропинка туда начинается еще со школьной территории. Причем начинается необычно и неожиданно, скажем так, нестандартно. Привет, Ульяна! Привет, Марьяна! Давно не виделись? Да, аж давненько. Что, колдуешь помаленьку? Ты что, мухомор побьялась, не колдовала и не собираюсь? Я людей лечу. Народная медицина называется. Вот так с мини-сценки про народную медицину и начинается сказ про лес, что находится в нескольких метрах от школы. Экологическая тропа проходит через березовую рощу, лужайку, мелиоративный канал. И на каждом из пунктов остановок масса информации. Именно она заставляет посмотреть на все, что окружают деревенских ребят с детства, по-другому. Тем более, что информацию эту подают сверстники. Чтобы на месте свалки появилась березовая роща, учителям и ученикам Мининской школы, что на Копринщине пришлось прореживать самосев. Сегодня это необыкновенно красивый уголок. Из всей экологической тропы у меня есть одно место, которое мне очень нравится. Это березовая роща. Это самое мое любимое место. Ну и вся экологическая тропа мне тоже нравится. Я для себя очень много чего взяла. Например, то, что из листьев делают настои всякие для лекарств. Потом из этих березовых купышек тоже очень много чего делают. А вот следующая остановка больше поучительная, чем информационная. Кострище в лесу можно назвать бутафорским. И мусора рядом тоже. Это как наглядный пример, чего делать не надо. Хотя таких наглядных примеров и не бутафорского характера в лесу, на природе хоть отбавляй. Практически каждые выходные сюда приходят. Ну там старшие люди постоянно зайдут сюда и разжигают костер, сидят, кричат. Потом приходишь и мусор валяется, все валяется. Даже как-то самому себе некрасиво просто. Пытался доказать то, что надо за природой смотреть, ухаживать, не кидать мусор. Чтобы природа была красивой. А пока некоторым взрослым все-таки стоит прислушаться. Ведь такие предметы не вписываются ни в какие ландшафты окружающей среды. А именно здесь, на экологической тропе, ребята учат понимать и любить природу. Сегодняшнее свидетельство ошибок взрослых – это мелиоративный канал. Пыльной бури – итог необдуманных шагов прошлых лет. А сегодня канал – это наглядный пример изменений в природе. Так вот, это как раз пример природной субсессии. То есть на месте чисто вычищенного мелиоративного канала вдруг появилась лесная поросль. То есть одни виды сменяются другими. Дальше уже позитив. Экологическая тропинка ведет к смешанной лес. В начале по периметру школьного стадиона было высажено несколько рядов тополя американского. Затем за ним вырос уже так называемый самосев. Ну а для разнообразия школьники высадили выращенные своими руками сосны. И в итоге получилось природное сообщество – смешанный лес. А сосны, между прочим, были выращены из семян. Прежде чем посадить в лесу, ребята выхаживали их на своем участке целых два года. А уж как это делать, они знают. Ведь при Мининской школе есть свое лесничество. Школьное лесничество было основано в 2000 году. Входит в него 17 человек. И в основном оно занимается посадкой лесоснаждений, прополкой и сбором семян лесных культур. Это на самом деле так. Работы у юных любителей леса не в проворот, особенно по весне. Но приходят туда ребята, которым эта работа нравится. Ну потому что я сам вылез рядом с природой. Я хочу связать свою жизнь с природой, потому что это мне близко. Я хочу этим заниматься сам. Ваня Карпик и ребята-экскурсоводы хорошо знают эти стежки-дорожки, которые ведут через березовую рощу, луг, смешанный лес, мелиоративный канал. Так задумано изначально познакомить с самыми разными природными сообществами. Вот только за 18 лет своего существования тропинка увеличилась почти до двух километров. К слову, эта тропинка и дала целое направление школьной униклассной деятельности – экологическое. Вот это все началось в нашей школе с 1996 года, когда была проложена экологическая тропа. Это заинтересовало и детей, и учителей. Поэтому постепенно у нас вошло такое развитие. Потом в 2000 году у нас было создано школьное лесничество. Далее у нас школа получает статус в 2006 году экологической школы. По 2011 год у нас есть факультативы в 5, 6 и 7 классе по экологии. Также мы еще одним из направлений выбрали энергосбережение. Сегодня этот факультатив ведет Людмила Молчин, дочь директора школы Галины Ивановны. Можно сказать, молодой преподаватель подхватила своеобразную эстафетную палочку у старшего поколения. Она же руководит школьным лесничеством, в котором участвовала еще в годы учебы в этой же школе. К слову, здесь, в школе, это уже можно назвать тенденцией прививать любовь к своему делу. Пример – совместный труд, причем научный, преподавателя биологии Тамары Булат и ее дочери Даши. Это бегоня Мессина, это бегоня Бодидресс, это бегоня Клесвина Лисная. Дашиной учительнице Валентине Патоне перед защитой первого научного труда ученицы на районном конкурсе научно-исследовательских работ тоже пришлось выучить все нюансы видовых разнообразий бегоний. Мы с моей учительницей решили определить, в каком растворе лучше всего укореняются черенки бегоний. Мы взяли раствор с соком алоэ, с минеральной водой, с медом и с водой из крана. Ну, лучше всего в питательной среде получилось сока алоэ древовидного. А вот с медом все черенки погибли. И такие ученические исследовательские работы здесь практикуются постоянно. Учащиеся нашей школы активно занимаются научно-исследовательской работой, участвуют в различных конкурсах районных, областных, республиканских, международных. Конечно, занимают призовые места. Поэтому и совсем не сложно притворять в жизнь такую на сегодня актуальную программу, как «Зеленая школа». Проект включает в себя разные мероприятия по сохранению биоразнообразия, заботе о воде, экономии электроэнергии. Недавно Мининская школа получила диплом третьей степени и статус «Зеленая школа». Природа, человек, история, быт. Все взаимосвязано. Это часть воспитания личности. Оттого так органично вписался на территорию школы небольшой самобытный музей. Прошлое своих предков здесь можно наглядно представить. Прикладное творчество, предметы быта – это из бабушкиных сундуков. А вот такие экспонаты – с ближайших полей. И, конечно, без экологического уголочка в этой школе не обойтись. Это гнездо мы нашли во время экскурсии и принесли сюда. Мы не снимали его, а подобрали. Мы принесли его сюда, чтобы ребята знали, как птицы бьют гнезда. Но никакие самые наглядные материалы не заменят саму природу. Она окружает мининских ребят с самого детства. Постоянно, когда есть время, выходим, полем, садим постоянно все, чтобы было красиво. Цветы разные, чтобы быть декоративные, что-нибудь такое. Все проверится временем, их отношения к природе. Но мы стараемся, чтобы эта любовь к природе начиналась здесь и никогда не кончалась. Здесь, на территории школы, ребятам есть где развернуться, проявить свою фантазию. Здесь можно экспериментировать, творить и любоваться тем, что создано своим трудом. Редактор субтитров А.Семкин